вы наверняка знаете такое выражение слышали такое выражение выйди из зоны комфорта и есть масса холиваров в сети масса битв дискуссии и доходящих прям до взаимных оскорблений людей которые считают что не надо выходить из зоны комфорта и людей которые говорят что для того чтобы что-то достичь чего-то достичь к чему-то вы стремитесь и вы хотите это получить вам нужно выйти из зоны комфорта я очень долго наблюдала за этими всеми дискуссиями и никак не могла понять почему никто не произносит третью фразу которая вроде бы логично там звучит это необходимо раздвинуть зоны комфорта не надо никуда выходить за эти границы если вы чувствуете себя комфортно надо просто расширять вот эти вот границы которые которые для вас привычные и в которых вы чувствуете себя уверенно ну вот например смотрите вот мой такой круг знаний да вот то что я знаю то что я понимаю то где я чувствую себя чувствую себя уверенно вот я умею вот это я претендую на те вакансии которые позволяют мне реализовать вот эти вот навыки но мне немножко тесно в этих рамках мне хочется быть более успешной более известной не знаю более востребованной и и оплачиваемой значит что мне нужно сделать мне говорят дыли из зоны комфорта ну я вышла из зоны комфорта а вот тут у меня никаких навыков нет все мои навыки все мои умения они вот в этом кружке и заключаются значит я сижу все-таки в своей зоне комфорта я выполняю эти задачи в которых чувствую себя уверенно которые могу делать хорошо что мне нужно сделать для того чтобы почувствовать себя посвободнее мне нужно научиться делать что-то больше для того чтобы научиться делать что-то еще я использую вот те мои навыки которые есть как основу как ядро я не выхожу из этой зоны комфорта я набираю к моим существующим навыкам знаю что-то узнаем что-то глубже что-то шире что-то дальше из какой-то там соседней сферы но это всегда я подгребаю да там навыки которые связаны с тем что у меня было в самом начале мне не надо рушить свою зону комфорта я ее я ее расширяю допустим я хочу вот это там следующая сфера до другая сфера которую я хочу притянуть мне безумно это интересно но я ничего не понимаю и видите между нами вот такое вот разделение между тем что я умею где я чувствую себя уверенно и вот так вот сфера ну например в моем случае было вот я понимаю про коммуникацию я понимаю про медиа я понимаю про образование я даже умею программировать и и делать сайтики ручками но вот там есть сфера виар сфера дополненной реальности которая вот ну прям есть раздел между тем что я умею и тем что мне вот вот там нравится какие у меня есть стратегии для того чтобы расширить свою зону комфорта я конечно могу выйти я могу бросить вот здесь все перейти учиться стать нубом стать новым студентом забыть вообще все то что у меня было в прошлом и получить себе новую профессию будет ли это эффективно для может быть для каких-то ситуаций для молодых для тех кого вот вот это вот все им это все уже надоело и они считают что они исчерпали себя вот в этом в этом круге может быть это и хороший выход но в том случае если я буду не переходить в новый мир до а расширять свой кругозор профессиональный за счет вот этой сферы я тогда увеличу до расширю зону своего комфорта профессионального комфорта и зону своих навыков поэтому моя задача не бросить вот это а перейти туда моя задача расширить круг своих навыков там чтобы начали пересекаться мои интересы с интересами и с навыками из той профессиональной сферы то есть мне нужно посмотреть что есть такого в яре что есть такого там в дополненной реальности вы подставьте свою собственную тему которая для вас новое и желанное что есть там такого что пересекается с моими навыками где я могу быть там полезно то есть это могут быть стажировки это могут быть какие-то партнерские проекты где вы будете работать в команде где вы будете взаимодействовать с людьми которые разбираются вот в этой в этой сфере и таким образом вот когда вы пересечетесь вы дальше уже можете расширять как мое любимое слово до расширять зону комфорта за счет новой профессиональной профессиональной сферы очень часто бывает что у людей есть много много всяких разных интересов и вот эти вот белые кружочки они будут вокруг вокруг вас везде и вам все хочется и кажется что жизнь такая короткая я не успею узнать вот это вот это вот это здесь нужно понимать что фокус внимания может быть только один вы можете заниматься развитием данный конкретный момент заниматься развитием только в какой-то одной в одной сфере то есть фокус внимание на сферу расширили кругозор подтянули себе новую новую сферу дальше принимаете решение на этом этапе принимаете решение мы идем дальше вглубь или мы в принципе познакомились и нам пока достаточно и переключаем на внимание на какие-то другие новые сферы которые вам интересны тогда в этом случае хомячка не разорвет если же вы начнете подписываться на английский язык на там мультимедийные форматы на интерактивные технологии там я не знаю что нибудь на виар потом пойдете на курсы как как писать сценарий все остальное вот вот в этот момент то что называется хомячка разрывает и вы испытываете вместо вот этого ощущения что вы чувствуете себя уверенно вы чувствуете себя очень уставшим человеком поэтому этот постепенный переключением фокуса задавание себе вопросов я зачем туда иду почему насколько глубоко я туда залезу в эту новую сферу она позволяет вам накапливать энергию а не растронжиривать ее по всем вот этим разрозненным новым полям которые вас которые вас привлекают